Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Существует два принципиально разных подхода к составлению дебютного репертуара. Одни шахматисты изучают как можно больше дебютных систем, при этом, конечно, затрачивают колоссальное время и энергию, но повышают свою универсальность и уменьшают вероятность подрыва на какой-либо дебютной мини, заготовленной соперником. Другие шахматисты очень глубоко изучают ограниченный круг дебютных вариантов, становятся настоящими специалистами в этих вариантах, но в то же время к таким игрокам очень просто подготовиться. Сегодня мы с вами рассмотрим партию двух антиподов в смысле подготовки к дебютным сражениям. Белыми в этом поединке играл известный армянский гроссмейстер Ливон Аронян, ну а черными довольно крепкий международный гроссмейстер из Германии Йорг Майер. Конечно, Майер значительно уступает в классе Ароняну, их рейтинг разнится примерно на 150 пунктов. И, конечно, играя в этом поединке черными, Майер стремился прежде всего уравнять и добиться ничьей. Но проблема немецкого гроссмейстера состоит в том, что к нему очень просто подготовиться. Дело в том, что Майер уже на протяжении многих лет черными играет один и тот же вариант французской защиты. Ну и, конечно, очень многие шахматисты знают об этой особенности Майера, и, готовясь к партии с ним, уделяют очень большое количество времени именно варианту Рубинштейна. Итак, посмотрим, что же случилось в этой партии. Е4 сыграл Аронян, далее Е6, Д4, Д5. Конь С3. Представители современной шахматной элиты практически все в этой ситуации делают ход конем на поле С3. Объективно, конечно, это сильнейшее продолжение за белых, в то же время требует от белых знания большого количества форсированных вариантов. В этой ситуации самыми принципиальными ответами за черных считается классическая конь Ф6, ну а также острый вариант Винавера с он Б4. Но Георг Майер здесь по старинке бьет на Е4. Заметая система Рубинштейна. Конечно, черные таким образом сдают центр, но в дальнейшем они подрывают центральную пешку белых Д4 путем продвижения С7, С5. Конь Е4. Играют белые, далее конь Д7. Черные готовят выход второго своего коня на поле Ф6. И на ход конь Ф3 следует конь же Ф6. Здесь Ливон Аронян разменивается и укрепляет центральную пешку, играя С3. Таким образом, еще и дает выход своему ферзю на ферзевый фланг. Далее, черные играют С5. Сразу же Майер подрывает центральную пешку белых. Конечно, взятие на С5 полностью уравнивает положение, так как идет размен ферзей на поле Д1. Поэтому белые не спешат меняться, а развиваются. В этой ситуации можно было сыграть слон Е3. Это один из основных ходов. Но, видимо, к данной партии Ливон Аронян подготовил иное продолжение и сыграл слон Ф4. Здесь Майер пошел А6, не давая стать слону на поле Б5. Но и белые ограничиваются ходом слон Е2. Эта ситуация неоднократно возникала в партиях сильных шахматистов. И здесь можно было избрать вот такой ход. СД. И далее на ход ферзь Д4 разменяться. Конечно, такого типа эншпили для черных весьма неприятны. Потому что на протяжении нескольких следующих ходов им нужно играть очень точно, для того, чтобы не попасть в плохое положение. Слон Д7. И далее на слон Ф3 длинная рокировка. Тоже длинная рокировка. Слон С5. И несмотря на то, что белые все еще сохраняют определенный перевес, вот в этой партии двух шахматистов мастерского и гроссмейстерского уровня черным удалось добиться ничьей. Но Георг Майер играет по-своему. Он ставит слона на Д6. Немецкий гроссмейстер держит курс на размены. Ну а Ливон Аронян просто водружает своего коня на центральное поле Е5. Ферзь С7. Играют здесь черные. И слон Ф3. Очень удачные поля для своих легких фигур нашел армянский гроссмейстер. Ну а черные продолжают держать курс на размены. Конь Д7. Играют здесь Георг Майер. И после короткой рокировки следует взятие. Ливон Аронян здесь временно жертвует пешку. На взятие ДЕ следует слон Е5. И вот тут ферзь А4. Это критическая позиция всей партии. Дело в том, что от выбора черных в этой ситуации зависит дальнейшее течение поединка. Проблема всего варианта Рубинштейна и вот этой партии в частности состоит в том, что черные хотя и до определенного момента сохраняют шансы на уравнение. Но все-таки одна единственная ошибка может оказаться роковой. То есть запас прочности у черных в этом варианте очень низкий. В то же время подумывать о перехвате черные на первых парах не могут. Им нужно сначала уравнять, а сделать это, как мы видим, не так-то и просто. В этой позиции Георг Майер почему-то отказался от естественного слон Д7. Хотя именно так нужно было играть. После взятия на Е5 ферзь Е5 следует ферзь А5. В этой позиции и мы видим, что пешка на Б7 под ударом. Возможно Георгу Майеру здесь не понравилось, что после естественного ладья Б8 черные все-таки не успевают сразу сделать рокировку. Ладья АД1. Правда здесь можно вернуть пешку, пойти Б6 после взятия ферзь С7. Прикрывая слона на ладья Д3 слон С6. Взяли-взяли ладья ФД1. Действительно владение белыми открытой линией Д делает позицию черных весьма опасной. Правда в этой позиции можно было сразу сделать рокировку, отдав пешку на Б7. Ну и далее на взятие на Б7 ладья АБ8. Дело в том, что в этой позиции жадная ферзь бьет А6 даже проигрывает. Ферзь С7 могут сыграть черные и на отход слона двойной удар слон Б5. Поэтому здесь нужно сначала отвести ладью с темпом на Е1 и после ферзи Ф4 забрать на А6. Правда после того же ферзь С7 слон Ф3 ладья бьет Б2 на доске материальное равенство и позиция черных никак не хуже. Но немецкий игросмейстер что-то здесь то ли забыл, то ли перепутал. Все-таки 14-й ход у нас в партии и вполне было возможно, что Георг Майер в домашнем анализе мог дойти до этой ситуации. Но тут он сыграл Б7-Б5. И это оказалось первой ошибкой в этой партии со стороны немецкого гроссмейстера. Но, как показало течение поединка, далеко не последний. Слон бьет Е5. Сыграли белые, ферзь Е5 и ферзь А5. Большие проблемы сейчас у черных. Ладья под ударом, нужно отходить. И здесь Георг Майер тоже не угадывает. Ему нужно было играть ладья Б8. Конечно, он опасался хода слон С6. Ходить к королю Е7 сразу не хочется. Ну а на слон Д7 следует размен. И черный король отправляется в опасное путешествие. Но, как показывает дальнейший вариант, поставить ему мат не так-то просто. Например, ладья ФЕ1, ферзь С7, ладья АД1. Фигуры белых развивают максимальную активность. Это шаг, поэтому король С6. Ферзь Б6, ладья Б6. Ферзь А3 и король БС. Сейчас черные угрожают ходом ладья А8. Король на Б7 находится в относительной безопасности. Конечно, у белых остается определенный перевес. Но он здесь минимален. Ну а в партии Георг Майер сделал ход ладья А7. Который оказался еще одной очень серьезной ошибкой. На шаг слон С6 пришлось ходить королем. Дело в том, что в этой ситуации слон Д7 уже ведет к гибели. Ладья АД1. На этом ресурсе держится весь этот вариант. Понятно, что нельзя брать в виду моментального мата. Ну а что делать? На король Е7 следует ферзь Б6. Ну и здесь от угроз белых нормальной защиты не находится. Под ударом ладья пешку на С5 тоже нужно держать ферзем. Поэтому белые побеждают. Но в партии немецкий шагматист решил сразу расстаться с мыслями о урокировке. Пошел король Е7. Ну а белые сыграли ферзь Б6. Ладья на А7 попала в западню. Нечем ее защищать. И черные в этой ситуации не могут конечно пойти. Ферзь С7. Потому что ферзь С5. Король Ф6. Ф4. Так как белых приведет к победе. Сейчас угрожает мат. Ну и также вскрытие линии Ф. После продвижения этой пешки. Также ладья АЕ1. Атакующие ресурсы белых очень внушительные. Поэтому черные решили сыграть ладья С7. Но и на этом поле ладья черных не находят покоя. Ладья АД1 играют белые. Ладья Д8 в надежде подменять фигуры. Но Ф4. Сбивая с диагонали H2 Б8 сильнейшую фигуру черных. Белые решающим образом усиливают свою позицию. Ферзь Е3 сыграл немецкий шахматист. Это шах, король АЕ1. И вот в этой ситуации оказывается, что ладью на С7 просто нечем защищать. Немецкий гроссмейстер сыграл ладья Д7. Отдал качество. Но после взятия ладья Д7 взяли, взяли ладья Д1. Позиция приобрела уж совсем технический характер. И здесь Георг Майер просто сдался. Потому что совершенно нет никакой возможности оказать достойное сопротивление. Понятно, что на взятие на Ф4 может последовать такой ход, как ферзь Б7. И вот в этой ситуации защитить слона на Д7 черные никак не могут. Вот такая короткая партия в варианте Рубинштейна французской защиты. Видимо, Ливон Аронян хорошо подготовился к этому поединку. Ну а Георг Майер в своем коронном дебютном варианте не смог отстоять даже ничью. И быстро потерпел крах. Из этого всего мы можем сделать вывод, что глубоко анализировать определенные дебютные варианты, это конечно же хорошо. Но все-таки нужно иметь определенный выбор таких хорошо изученных дебютных вариантов. То есть нужно уметь держать баланс между вот таким глубоким изучением определенного направления и широтой дебютного репертуара. Как говорится, легко ловят ту мышку, у которой одна норка. Надеюсь, что данное видео вам понравилось. Не забывайте ставить свои лайки, пишите свои комментарии и подписывайтесь на канал Шахматы для Всех. Спасибо за внимание. До свидания.